Паводокталая вода – это явление хоть и ежегодное, но кратковременное. Проблема другой воды, огненной и другой алкогольной, а значит и здоровье людей, остро стоит круглый год. Впрочем, с 2013-го, как ожидается, она будет менее острой. Уже три месяца как вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в ночное время. Как известно, Алтайский край – один из тех регионов, где закон наиболее суров к алкоголизму. Запрет на все спиртное действует 12 часов, с 9 вечера. В соседнем Кузбассе же, например, пиво перестают продавать с 11, водку – с 10. Народ действительно станет меньше пить. По крайней мере, та категория людей, для кого алкоголь – это лишь дополнение к досугу, а не его основа. И таких немало. Ряд предпринимателей задумались о том, чтобы переформатировать свое производство и продажу под безалкогольный рынок. Как итог, наркологи уже сейчас фиксируют положительную динамику на снижение употребления спиртного. А со здоровьем нации здесь прямая зависимость. Однако на этой неделе мы столкнулись с ярыми противниками антиалкогольного закона. Хотите узнать, наступит ли лето – спросите в пивном магазине. Наступление тепла здесь сопровождается круглосуточными очередями. Но пока, судя по количеству посетителей, весеннее потепление серьезно задерживается. В процентном соотношении, ну, скажем, процентов 20-30 продажи упали. Для вас, вот как для бизнесмена, это критичная цифра или, по-моему, можно жить? Можно выживать. Ну, как бы хотелось бы, конечно, чтобы было лучше. Как было раньше, было лучше. В этом году летнего притока хмельного капитала в пивные лавки, такого, каким он был в прошлые годы, по всей видимости, уже не будет. С начала года в Алтайском крае действует запрет на магазины и продажи пива после девяти вечера. Для ряда магазинов и небольших магазинчиков, особенно то, что касается в селах, в районах, значит, к сожалению, алкоголь, алкоголь и табак – это один из основных продуктов, который приносит выручку. Ну, так объективно сложилось. Пиво совсем недавно встало в один ряд с вином и водкой. До сих пор многие запреты на него не действовали. Между тем, жесткие временные рамки на продажу крепкого алкоголя в Алтайском крае поставили с 1 января 2011 года. И рынок, и потребители быстро адаптировались к новым условиям. На отрасли это сильно не сказалось. Гораздо ощутимее стало введение новой минимальной цены на водку. С января этого года она поднялась со 125 до 170 рублей за пол-литра. Представители отрасли говорят, что производство крепкого алкоголя в России за последние два месяца снизилось на 20%. Пока о причинах судить рано, потому что, возможно, это еще отражается избыточное производство в октябре, на ибре, декабре. Потому что многие предприятия, зная эту проблему, производили очень много, отгружали оптовикам. И запасы того дешевого алкоголя на сегодняшний день еще в торговой сети есть. Это лучший, скажем так, вариант. Потому что, когда этот дешевый алкоголь закончится, все как бы встанет на свои места. Пивное лобби, в отличие от алкогольного, просто так сдавать свои позиции не собирается. В лавках около месяца собирают подписи за продление сроков продажи пива до 23.00. Любопытно, что крупные производители, такие как Барнаульский или Бочкаревский пивоваренные заводы, никак не комментируют ситуацию. Хотя на Барнаульском предприятии в телефонном разговоре сообщили о том, что это они являются инициаторами сбора подписей. А конкретно в этом магазине говорят, что инициатором стали Бочкари. Но это, скорее всего, далеко не весь список организаторов компании за продление сроков продажи пива. Говорят, уже собрано 10 тысяч подписей, которые обещают направить в краевое законодательное собрание. Пока одни идут по сложному пути, другие ищут и находят обходные. В Барнауле нашли возможность обойти запрет на продажу пива после 9 часов вечера. Достаточно обозваться баром и продавать точно так же бутылки с пивом на вынос, причем круглосуточно. Вот сейчас это и попытаемся сделать. Пожалуйста, никакие запреты для них не действуют. Бутылка закрытая, спокойно вынес. В краевом наркологическом диспансере напрямую связывают время продажи пива, крепкого алкоголя, а также их стоимости со статистикой отравлений и психозов. Один из главных факторов запоя – неограниченный доступ к горячительным напиткам. Ограничение хотя бы вот таких простых мер, как доступности продажи по времени суток, принесли уже определенные положительные результаты. На треть сократилось количество алкогольных отравлений со смертельным исходом в Алтайском крае. И на 20% сократилось количество алкогольных психозов. Это вот те состояния, когда у человека возникает серьезное расстройство с его здоровьем и психикой во время длительных алкогольных запоев. Алтайские наркологи утверждают, что уже состоявшихся алкоголиков не остановят никакие ограничения. Но такими действиями вполне можно предупредить пополнение их рядов. И продажа алкоголя, наверное, не тот случай, когда можно сказать – желание покупателя – закон.